Привет, друзья! Мы снова вместе. И сегодня я бы хотел поговорить о состоянии самадхи. Запомните одну вещь, что самадхи – это не просветление. Это большая разница. Сам термин «просветление» – это, по сути, народный термин. Просто, знаете, как есть в навигаторе? Народная карта. Людям дают какие-то клички, а есть имена. Есть имя человека, а есть там кликуха человека. Так вот, просветление – это как кликуха. То есть это как некий такой народный термин. Есть некие просветленные и есть непросветленные. И непросветленные стремятся к просветленному. Да, или к просветлению. Но если мы имеем в виду про самадхи, это состояние прежде всего. Это особое состояние сознания, в которое можно попасть через медитацию. И даже во время обычной жизни, даже во время простого проживания момента сейчас. Это глубокое сознание проживания момента сейчас, которое прямо сейчас происходит. И если я, например, буду думать сейчас о том, что будет происходить завтра, или будет происходить через год, или уже происходило вчера, и любая мыслеформа, которая у меня в голове возникает, она по сути является иллюзорной, потому что кроме момента сейчас ничего не происходит. Кроме того, что здесь есть этот стул, я его осознаю, что здесь есть передо мной вот эта видеокамера. И я четко осознаю, что я создаю материал для вас, который меня посмотрит когда-то. Уже пошла иллюзия, чувствуете? Я уже захожу в иллюзию. Я начинаю уже рассказывать о том, чего в принципе не существует. И с точки зрения реальности, самадхи – это когда я просто молчу. Молчу, и в моем уме, ну, либо в вашем, не возникает ничего, никаких образов, никаких мыслей. Вы глубоко переживаете момент прямо здесь и сейчас. Это самадхи. И это можно даже достичь в момент, то есть во время вождения автомобиля, во время просто прогулки по пляжу там, либо по улице и тому подобное. Проживание, глубинное проживание момента сейчас, не отождествляя себя с телом, не отождествляя себя с мыслями, не отождествляя с эмоциями, это есть самадхи. Поэтому древние йогины, они отключались от внешнего мира, уходили куда-то в лес там или в горы, куда-то еще, уединялись и погружались глубинно в это состояние, так, чтобы ничего не отвлекало. И в городе, в мегаполисе достичь состояния самадхи крайне сложно. И очень много разных обманок. То есть люди сидят на духовной игле, практика за практикой, практика за практикой, как ослик за морковкой, за вот этим желанным состоянием. Но это только проблески, потому что самадхи, если вы достигаете реально этого состояния, то вам не нужна практика. Вам не нужно делать ничего для того, чтобы входить в это состояние. Вам не нужно никаких практик, никаких методов, никакой философии, никакой религии вообще. Вы либо можете входить и удерживать, пребывать в этом состоянии, либо нет. То есть вот эти проблески от динамической медитации, от дыхательной практики какой-то, от медитации. Вы помедитировали, вы в моменте, вы открыли глаза, вы пошли общаетесь, вы уже улетели. Вы уже отождествились с тем, кто переживает внутри вас этот момент, со своими эмоциями, со своим телом отождествились. То грош цена этим состоянием. И духовные практики, в частности йога, один из видов, один из путей достижения самадхи, она в себя включает очень много этапов. Начиная от философии йогина, асаны, дыхательные упражнения, управление вниманием, управление концентрацией. И тогда уже восьмая ступень достижения самадхи. Но когда ты уже реально включился, то ты можешь в это состояние входить безлимитно и неограниченное количество времени в нем находиться. Это первый момент. Второй момент. Достичь самадхи можно двумя способами. Первый способ – это практика, 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 техника остановка внутреннего диалога, техника смотрения на свечу, на черную точку, техника пребывания в моменте, очень активное занятие йогой, дыхательными практиками и огромная загрузка своего сознания, своей психики, своей физики, всякими разными практиками, методами до того, что ты просто начинаешь осознавать себя вне тела, вне эмоций, вне романа, который сейчас говорит. Это просто рот говорит, это просто тело сейчас что-то там показывает, да, и то, что вы понимаете смысл, это просто смысл, и вы начинаете от этого отождествляться, и тогда вы попадаете в это состояние. И оно может у вас быть вообще недолго, это может быть просто проблеск, и все, то есть бах, появилось и исчезло, все. Первый способ – это длительная практика, тренировка, для этого люди едут в Тибет, к лысым монахам, еще куда-то, даже пытаются достичь этих состояний при помощи разных наркотических всяких средств, веществ, но это все не то. То есть смысл в том, что вы единожды попадаете в это состояние, и вы уже им владеете, то есть вы входите, выходите, вы смещаете вектор внимания, или смещаете своего наблюдателя в ту область или в то состояние, из которого вы не являетесь ни телом, ни мыслью, ни эмоцией, ни чем-то еще. Вы никто, вас нету. Тогда вы реально можете попасть в это состояние, и вы владеете им, вы в нем находитесь, включаете, выключаете, сколько вам вообще потребуется. Первый путь – это путь практики. длительной, мощной, нудной, тяжелой практики. Второй путь короткий – через мастера, через человека, который уже в этом состоянии находится, и он просто может вас перенастроить. То есть это было со мной. То есть на моем пути попался мастер, который находится в этом состоянии, и путем серии долгих и большого количества медитаций совместных. Он мое внимание, фокус моего сознания переместил в это состояние и закрепил мое сознание на восприятии и на нахождении, не знаю, кого там нету, того, кто находится в этом состоянии. И я попал туда через мастера. Или не туда, я попал сюда, в это состояние. Как хотите, это просто игра терминов. Но я думаю, вы понимаете, о чем я сейчас вам пытаюсь это донести, рассказать. И за счет того, что меня мастер очень долго вел к этому состоянию, я в нем закрепился. Мое «Я» может растворяться, может появляться. Тот роман, который говорит, тот роман, образ которого вы видите на ютубе, видите в соцсетях, это просто образ. И есть еще осознание, мое личное восприятие того романа, как отдельного персонажа. Потому что это все персонаж. И когда этот персонаж исчезает, тогда ты попадаешь в самадхи. Но смысл в том, что персонажа-то и нету. То есть в итоге, в этом состоянии, в этом осознании, ты понимаешь, что персонажа не существует, по сути. Есть то, что происходит через тебя, через твое тело, через эмоции. А что до этого? Кто это все воспринимает? Его нет. Вот это самадхи. Это очень явная, стойкая, или не знаю, как это объяснить, конкретное состояние, конкретная настройка. А просветление – это просто народный термин, что есть некие просветленные. Я считаю, что просветленных не существует вообще в принципе. Это просто сказка о силе. То есть где та грань, где ты до просветления и после просветления. С таким успехом я могу сказать, что все люди просветленные. Они просветленные так или иначе. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени и так далее. Мы все просветленные, мы все делаем какие-то хорошие поступки. А человек, который в самадхи, он конкретно может сам войти в это состояние. И мало того, в его присутствии вы тоже можете входить в это состояние. За счет того, что человек измечает такие вибрации, что он смещает ваше поле восприятия в это состояние, в котором он находится. Поэтому, когда вы приходите на сатсанг, либо приходите на занятия к человеку, который реально в самадхи, то первое, что вы прочувствуете, у вас выключаются мысли. То есть вы реально попадаете в момент присутствия. Хотите вы этого или нет? Ум затихает и становится как-то естественно, ясно, понятно, тепло внутри и очень приятно. Появляется стойкое ощущение, что вам не надо никуда бежать. Понимаете? Что вы в этом моменте осознаете этот момент полностью, тотальный, целиком. А когда вы выходите из сатсанга или когда вы выходите из занятия, коммуникация с этим человеком в самадхи изменяется или прерывается, вы попадаете в свой обычный мир, в свою реальность, и тут опыта состояния пропадает. И вы поэтому опять хотите прийти к этому мастеру, потому что в его поле вы в моменте сейчас. А в моменте сейчас нет страданий. Вот в чем дело. В моменте сейчас страданий, как таковых, не существует. Сам термин страдания, да, и тот, кто попал в самадхи, это освобождение от страданий, заключается в том, что вы, будучи, не можете находиться в моменте сейчас, и ваш ум вас рвет на части. Что вам нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Вы это еще не сделали, вы здесь находитесь, а вам нужно закрыть цели, у вас сроки горят. Вы начинаете просто страдать. Вот в чем дело. А когда вы в самадхи, этого разрыва нет. Настоящая реальность, она воспринимается такая, какая есть. Следующий этап. Ваше эго, ваша структура не вытесняет осознание сейчас из настоящего момента. Простыми словами, вас не вытесняет из момента сейчас ничего, никакая мысль. страдания появляется тогда, когда вас вышвыривает из данного момента восприятия куда-то в какие-то иллюзии. Вот самадхи, это конец этим иллюзиям. Самадхи, это завершение вот этих всех вытеснений из момента сейчас. Вы в нем начинаете просто пребывать постоянно. Поэтому, друзья, не путайте просветление и самадхи. Я не приемлю термин просветление вообще. Это просто народная карта, это кличка, это ярлык на каких-то людей особенных, типа особенных, потому что все абсолютно равны. Просто это работа сознания, по большей части. Внешне вы не заметите, на лбу не написано просветленный, непросветленный, протемненный или затемненный. Это полная чушь, это просто игра слов. Дело в том, что либо ты осознаешь себя сейчас, либо нет. Все, вот в этом разница. Я надеюсь, вам было понятно, о чем я сказал. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok